качество характера качество характера как относиться к жизни как управлять собой сегодня у нас день независимости израиля можно сказать день рождения это замечательный день второго рождения знаете как у человека есть три рождения а у израиля есть рождение когда родился яков стал израилем потом когда бог вывел юрести народ из египта и дал землю израиля и дал тору и третий день рождения это когда сейчас вернулись после двухтысячелетнего исправления изгнания значит вернулись в израиль это третий день рождения 1948 году и тоже интересно как цифры совпадения да то есть израиль возник 1948 год от там две тысячи лет начали считать назад от рождения одного еврея и ушла и начали считать этого рождения в мире да почему-то как-то не решили так считать но еврейский календарь а он идет от сотворения мира и авраам первый еврей он родился авраам про отец он родился в 1948 году от сотворения мира а государство израиль возникла в 1948 году от значит а от рождества считаю да когда родился еврей который ходил еще во второй храм лично ходил молился богу соблюдал прессах был обрезан и так далее то есть очень удивительно и из ладно хорошо значит мы изучаем с вами книгу которая называется книга человеческих достоинствах или пути праведных пути праведных значит в этой книге мы изучаем качество характера и как правильно поториями пользоваться и мы дошли уже до пятых ворот врата любви да то есть есть у нас первая гордыня ее надо убрать вас практически везде кроме служения всевышнему шалом второе качество это скромность и нужно добавить везде кроме взаимоотношений со злодеями которые значит ведут против бога третье у нас было стыд значит стыд надо всевышнего и все больше никого стыдиться не надо то есть стыдиться нужно не соблюдать заповеди все остальное если стыд перед людьми помогает соблюдать заповеди еще можно но если он мешает его надо убрать и значит вот мы дошли уже до любви а наглость наглость нужно использовать только при взаимоотношениях со злодеями которые научим вообще свойства азут наглость весьма похвально когда она применяется к служению всевышнему и сейчас мы пришли к любви значит любовь начале он нам сказал что есть виды любви которые вредят 7 видов любви которые вредят мы вчера изучили и дальше сейчас мы разбираем а как же эти 7 видов любви как их использовать в правильном направлении значит первое это было любовь к детям баловать детей это плохо а хорошо их любить проявляется любовь к детям тем что ты помогаешь им стать на путь служения всевышнему и научить их правильно служить всевышнему я помню есть в трактате кедушин в талмуде есть 6 заповедей 6 обязанностей отца по отношению к сыну значит первая обязанность отца по отношению к сыну это обрезание сделать ему обрезание на восьмой день вторая обязанность по торе отца по отношению к сыну это выкуп первенца если это сын первенец то он должен был быть священником по изначально так было в каждой семье первый сын служил богу был священником но после того как в народе израиля первенцы они не выполнили свою как бы миссию функцию то всевышний передал вот это право быть священником колену колену левитов и среди них были коины коины это семья арона который именно только они могли в храме служить левиты и коины и поэтому когда ребенок рождается первенец то есть такая заповедь выкуп первенца то есть приглашают коина и папа ребенка говорит первенца этого да говорит коину смотри мой ребенок должен был служить храме но так как ты служишь вместо него то я выкупаю своего ребенка у тебя вот тебе пять монет за то что ты будешь служить вместо него это большая заповедь и первенца ребенок первый сын у мамы которая как бы петера рэхом который не было ни абортов не было ни у никаких до этого родов и так далее вот если он первенец по маме то тогда его надо выкупать у коинов до чтобы раньше такие сыновья они имели более высокий духовный потенциал и они именно служили у служили они всегда в каждых семьях они посвящали служению богу дальше значит обрезание выкуп первенца третья заповедь это лиландо тура папа должен сына обучить торе не обучить своих своим взглядом на жизнь да а будь и не обучить там книжкам каким-то обучить именно торе это то что всевышний сказал как работает мир как она все устроена теперь это третья четвертая папа должен сына обучить профессии чтобы он мог себе зарабатывать на жизнь лиландо манут так звучит на иврите поэтому очень нужно задуматься как твой сын будет зарабатывать себе на жизнь причем талмуд дает хорошие советы он говорит какие то есть профессии которые всегда нужны если он что-то умеет делать руками если он там земледелец например да то есть всегда люди будут кушать и есть торговля тоже хорошая профессия научиться торговать 5 это это папа должен сына женить он должен ему озаботиться тем чтобы найти ему невесту то есть он волнуется за репутацию своего сына за себя и он ищет ему невесту чтобы его 20 лет женить чтобы спасти его от греха чтобы он потом не остался на всю жизнь болтающимся таким человеком и дальше шестое папа должен научить его плавать написано в трактате в вавилонском талмуде в трактате эти души в то время плавать это было равноценно как бы навыки по спасению жизни навыки выжимать выживание курс молодого бойца то есть вот шесть вещей которые папа должен обучить своего сына и это и называется любовь а не баловать его не не там потакать его каким-то слабостям и так далее дальше второе было вредная любовь это любовь к деньгам когда деньги заслоняют все и ради денег человек вообще обо всем забывает хорошая любовь к деньгам это когда деньги являются инструментом для служения всевышнего всевышнему для прославления всевышнего для того чтобы давать десятину для того чтобы давать сдаку и деньги когда слушать для улучшения мира как инструмент это хорошая любовь к деньгам любовь к женщинам третье если любовь женщина вызывает у человека или разврат или же подчинение женщине которая не не подчиняется всевышнему то это плохая любовь какая хорошая любовь значит пусть думает что жена спасает его от греха и удаляет от прелюбодеяния и благодаря ей он исполняет заповедь плодитесь и размножайтесь и она растит его детей и она помогает ему во всем готовит еду исполняет все прочее по хозяйству и благодаря этому нас он свободен для изучения закона исполнения заповедей надо помнить что книга написана несколько сот лет назад и тогда быт хозяйство быт для мужчин это было дело неподъемное вообще неподъемно то есть женщины они как-то справлялись на правду а мужчины если уже погружались хозяйство то все значит какова должна быть любовь к родителям благодарность они его наставили воспитали направили к учению заповедей и почитая отца свою мать свою это заповедь которая продлевает жизнь и вот тут интересно вчера как раз сегодняшний урок да это для рифа шлама для полного выздоровления моей мамы рита ее зовут рита бат бася ритка рита дочка баси баба и звали бася и значит чтобы было и рифа шлама вчера например ее забрала скоро и мы целый день провели в больнице и так далее так что интересно я очень прям я очень не люблю больницы и у меня были там какие-то все планы которые нарушились и я пришел такой расстроенной чуть-чуть домой потому что человека выбивает научили это и состояние счастья нарушение его планов то есть это один из самых мощных таких элементов выбивающих человека из состояния счастья когда то что он хочет не не получается у меня уже два дня подряд вот полностью все мои планы рушатся я сегодня утром проснулся думаю а если посмотреть по-другому если мой главный план это служение всевышнему то значит вчера целый день выполнял заповедь почитания родителей эта заповедь она продлевает жизнь и слава богу что я не успел не побегать а зачем не бегать чтобы быть здоровым а здесь я выполняю заповедь всевышнего стал еще больше здоровым ну и так далее то есть весь вопрос как ты смотришь на жизнь и что у тебя приоритетно и вот сейчас мы пришли к пятый вид любви любовь к братьям сестрам близким и вообще к людям значит здесь он говорит что если твоя любовь заставляет тебя обманывать назначать 43-летнего племянника значит мисс казахстан да то есть обманывать и делает плохо значит это плохая любовь но в принципе любовь к родственникам и любовь к людям она очень хорошая любовь и тут он объясняет вот на этом месте прям сегодняшний очень длинный такой урок мы все будет на эту тему говорить очень подробно про любовь к людям и зачем она нужна что такое хорошая правильная любовь к людям и каким должны быть взаимоотношения значит то еще раз все что для того чтобы сделать святым и правильным любое свое действие нужно чтобы одно это действие было во имя небес во имя всевышнего то есть если ты только об этом задумался и подумал что я делаю действие мой главный смысл там в действии в отношениях с людьми и так далее чтобы любое действие чтобы мое стало святым нужно поставить конечной целью служения всевышнему да это понятно теперь в отношении с людьми то же самое значит мы видим что много пользы человеку от родственников это мы находим у лота авраам спас его от царей сражался за него и лот вообще спасся из дома благодаря только аврааму и значит вообще любовь к близким и к родственникам и к людям она подпадает под самую главную заповедь в торе по мнению рабиакивы возлюби ближнего как самого себя то есть вообще когда человек наполнен любовью к ближнему к себе вообще он наполнен любовью это хорошо любовь это вообще приятное чувство да если она не дает ему вредных последствий теперь и есть в талмуде написано так как править эту заповедь возлюби ближнего как себя то что ненавистное тебе не делает другому это более если говорить про действия это более правильное вот можете записать более правильная как сказать идея чем возлюби ближнего как себя почему сейчас объясню вот например человек какой-то он бегает триатлон он по два часа в день тренируется и он на мало этого он любит стоять на гвоздях лежат на гвоздях и сама у него любимое дело но действительно одно это дело выделяет дофамина гормона удовольствия больше чем что-либо другое это окунание в ледяную воду и вот представим себе такого человека который занимается уже давно и профессионально самоистязанием да там триатлон марафон ультра марафон еще и окунается в ледяную воду каждый день и лежит в этой ледяной ванне и он на действительно от этого кайфуют то есть у него такой уровень удовольствия который обычным людям даже не снился теперь если он прошел урок и думает возлюби ближнего как себя значит что я себе делаю бегаю прыгаю сплю на гвоздях все значит давай ближних буду также любить и он берет всех своих друзей родственников кидает в пропасть не пропасть а в прорубь в прорубь ледяную воду обливает их ледяной водой заставляет их бегать там до до потери сознания могут быть вопросы и проблемы потому что люди они не не все это хорошо воспримут теперь но если он идет по талмуду вавилонскому и то что ненавистно тебе не делая другому он например не любит алкоголь значит он другому не дает алкоголь но не дает алкоголь он не обидит во всяком случае да то есть может быть он и кого-то не порадует тем что этому не дал алкоголь но точно никого не обидит то есть он не заставляет возлюби ближнего как себя это активное действие не делает другому то что ненавист на тебе это действие когда ты воздерживаешься от любого принесения любого ущерба это как раз точно ты однозначно никому не сделаешь плохо и более того дальше пишет если ты в этот момент когда ты хорошо относишься к близким к ближним к людям ты вспоминаешь отрывок из книги берешит история что ибо по образу и подобию всевышнего создал он человека и ты а и ты в этот момент когда ты делаешь хорошо ближнему ты видишь в нем божественную сущность и ты говорит что я не ближнему это помогаю и не ближнего я люблю а я люблю бога который его сотворил то ты как бы полностью уже выходишь на уровень такого знаете как high level до 80 уровень начинаешь получать совершенно другую духовность и тому кто с любовью дружести обращается с людьми великая польза в этом мире мире будущем говорит автор этой книги то есть польза колоссальная это заповедь которая она относится к уровню логических заповедей да и заповеди которые непонятно как не может помочь например как не может помочь то что я например сейчас давайте возьму какую-то совсем нелогичную заповедь непонятную заповедь которая совсем нелогичная непонятная как не может жизни помочь сейчас какая же самая хок такой да из постановлений которые непонятны ну например не носить шерсть с сольном вместе почему это мне должно в жизни помочь или повредить что запрещено по торе носить смешанную ткань которая состоит из ну и красную корову мы не будем разбирать я сейчас хочу простую взять заповедь есть запрет истории значит носить ткань в которой есть вместе смешанная шерсть и лен запрещено категорически это прям запрет истории это непонятный запрет то есть у него нет логического обоснования непонятно то есть это называется хок постановления или там нельзя есть свинину или нельзя есть креветки это тоже хок нет нет объяснения там с точки зрения медицины и так далее креветки в некоторых случаях полезны свинина в некоторых случаях полезно то есть это хок это постановление всевышнего или там обрезание на восьмой день это вообще как взять маленького ребенка сделать ему прямо операцию но это как операция это хок это непонятно почему на восьмой день и что это прям знак союза с богом это постановление теперь возлюбим ближнего как себя это то что понятно логикой потому что есть огромная польза все помогут тому кто с любовью и дружести обращается с людьми если он упадет многие захотят помочь и поддержат его если кто-то поднимется против такого человека для раздора и ссоры многие найдутся чтобы дать хороший совет и спасти его если о нем станут плохо говорить многие же заставят запад замолчать позорящих его если человек хороший добрый который любит людей оказывается в беде многие сожалеют об этом и протягивают руки руку помощи и так далее то есть там если он окажется лишенным имущества то многие пожалеют его это то что касается пользы в этом мире че которые добрые хорошо относятся к людям то добро возвращается и чтобы не говорили люди которые есть люди которые смешанные такие да которые и добро делают и зло потом они говорят а вот я сделал ему добро а он мне не ответил добром может быть пока ты сделал ему добро по твоим по твоим меркам да то есть ему сделал десять раз зло пойму по его меркам и он может быть на это реагирует теперь в будущем мире какая польза человеку который любит людей делать им добро все любят его и слушаются если у него есть возможность наставлять людей и укорять то они справляются и слушают его благодаря любви он в мире со всеми благодаря любви он в тишине и спокойствии и свободен для учения добрых дел благодаря любви ему помогут и сделают его работу и защитят его а он обретет свободу для полноценного и совершенного служения всевышнему благодаря любви он приятен всем кто его видит и вот добрые дела нравятся всем и каждый желает быть как он и поступать подобно ему это польза для грядущего мира то есть я например могу сказать что практически все что вот у меня есть в теории в духовности это следствие того что я в свое время познакомился с ровыцкаком зильвером невероятно добрый святой человек который просто посвятил свою жизнь помощи служению бескорыстному другим людям и он произвел на меня такое впечатление что ну просто это изменило мою жизнь кардинально и любавич стере бы про которого мы знаем как он стоял до там 90 лет всем раздавал доллары каждому хотел помочь отправил по всему миру посланцев то есть его доброта его такая любовь к людям они были просто безграничны и здесь мы видим это второе последствия да то есть такие люди как ровыцкак или как любая честная бы они не нуждались в помощи людей они давали они были те кто дают людям они те кто берут у людей но то что это я их привел в пример что человеку в духовности это очень много дает потому что любое доброе дело от религиозного человека является прославлением всевышнего и люди вокруг говорят какой он святой человек благословит бог есть того где история когда был один был один мудрец не помню раби и шмейн по-моему звали не помню как его звали и у него был осел и учили он сказал ученикам продайте моего а купите мне осла они пошли на рынок купили ему осла и когда привели его домой то у осла в его этом самом знаете как и есть тюнинг тюнинг на машину так были ослы тоже с тюнингом это был тюнинговый осел у него была красивая седло какое-то там сбруя такая оригинальная и в этой сбруи в оригинальной был тайник в этом тайнике был большой драгоценный камень и он значит когда нашли этот драгоценный камень он сказал ученикам пойдите и верните драгоценный камень продавцу осла потому что говорит осла я покупала драгоценный камень не покупала я мне не нужно чужого и когда он вернули этому человеку это драгоценный камень, он сказал, благословен Бог Раби Ишмаэля, или Раби Иушоа, он назвал, что это Бог Раби Иушоа, то есть тот Бог, который сделал от этих святых людей благословен он, и это прославление имени Всевышнего. Теперь, дальше это он объяснил нам, почему это важно, а теперь, смотрите, он нам объясняет, как человек может достичь любви ко всем людям, и добиться любви всех людей. Он говорит, я научу тебя, вразумлю и научу тебя, значит, первое, по своим возможностям помогать всем телом своим и имуществом своим. Вот эта фраза по своим возможностям, она очень важна, потому что Тора регламентирует размеры помощи максимум 20%, потому что человеку Тора говорит, смотри, максимум 20% от своего заработка и времени ты можешь посвятить другим людям, потому что если ты посвятишь все время и все свои деньги другим людям, то через какое-то время ты будешь нуждаться в помощи других людей. То есть, поэтому 80% времени и денег ты значит, трать на себя, а 20% до 20% трать на людей. это все в слове по возможностям закреплено. По своим возможностям помогать всем телом своим и имуществом своим. Помощь телом состоит в том, чтобы служить всем людям, бедным и богатым, и хлопотать для них. То есть, вот, например, вот, например, кто-то ко мне обращается, да, и я, честно говоря, из-за того, что я очень берегу свое время, да, и пространство, и я знаю, что, что с одной стороны очень хорошо и правильно помогать всем телом, всем имуществом, с другой стороны, если я не буду делать свою работу и помогать, там, создавать этот контент, помогать людям через соцсети и так далее, это все очень трудоемко и занимающее много времени работой, писать книги, то получится, когда-то меня очень, эта фраза очень так повлияла, такой писатель Харуки Мураками, и он каждый год выпускает книгу, которая продается миллионами экземпляров, такой знаменитый всемирный писатель, и он сказал, ну, есть книга, его биография, автобиография, и он говорит, я ложусь спать с заходом солнца каждый день, встаю очень рано и полдня пишу, бегаю, там, у меня очень такой закрытый образ жизни, потом готовлюсь к лекциям и выступаю, а так как все социальные мероприятия проходят вечером, то я не хожу ни на какие социальные мероприятия, ни на какие там приемы, награждения, то есть я не живу социальной жизнью вообще, и он говорит, на меня люди вначале обижались, что я не хожу ни на какие там празднества, дни рождения и так далее, но я для себя подумал, что у меня есть ответственность перед миллионами моих читателей, чтобы я им давал хорошую литературу, то, что они от меня ждут, то, что я хочу им дать, и то, где у меня есть талант. И здесь миллионы, а здесь единицы. И он говорит, я выбрал помогать миллионам, но, значит, отказаться от вот этой социальной жизни после захода солнца. я тогда подумал, думаю, действительно, то есть, мой учитель, Раф Зильбер, он так не думал, он любой человек, который перед ним оказывался, это он рассматривал как знак Всевышнего, и он оставлял все, то есть, он не видел никаких других расчетов, кроме того человека, рядом, которому надо помочь, кем бы он ни был. Но это он был один из 36 праведников, заслугу которых существует мир, это какой-то, ну, другой класс. То есть, поэтому, здесь он пишет, что нужно помогать всем, помощь телам состоит в том, чтобы служить всем людям, бедным и богатым, и хлопотать для них, помощь имуществам состоит в том, чтобы одалживать богатому, если ему требуются деньги, и бедному, пусть одолжит при затрудненных обстоятельствах, а также пусть вспомнит о бедном и одарит его подарками по силам своим, и иногда пусть пошлет дары и кушания также и богатым. Это то, что говорится про деньги. Значит, давайте подумаем. Значит, человек, который хочет помогать телом, он оказывает помощь каждому, кто нуждается в помощи, кого он видит, но опять же, по возможности здесь. Он пишет, нужно установить вот эти границы своих возможностей, чтобы не действовать себе во вред. И бывает, что человек, который помогает, он этим самым одновременно может повредить кому-то другому. То есть, здесь тоже это очень такой нужен быть рациональный расчет. Потому что помогая одному, ты можешь в это время повредить другому. Нельзя делать заповедь за счет преступления. Нельзя украсть деньги, чтобы дать нацдаку. То есть, кража – это кража. И эти деньги, потом они становятся, как Робин Гуд или там Юрий Деточкин, это не поторе. То есть, Робин Гуд и Юрий Деточкин не выполняют заповедь помогать, если они у одних украли, другим дали. Дальше. Значит, подарки и хорошие отношения, неважно, это бедные, богатые, нужно здесь не различать, помогать всем. Теперь дальше он пишет такую вещь. и пусть будет уступчивым, но за свой счет. Что значит быть уступчивым за свой счет? Вот, например, уступчивым за свой счет. Вот, например, там руководитель, вот был у меня вопрос один недавно, да, где человек говорит, вот у меня есть бизнес, в котором у меня есть сотрудники, и в котором у меня есть люди, которые там инвесторы, например, да, и у него есть какой-то спор с другой компанией, в котором в этом споре он, значит, если он им уступает, вот этой другой компании, то потеряют все его сотрудники, инвесторы и так далее. То есть, он руководитель, но его сейчас уступчивость, она может быть за счет других людей. или там президент страны, вот там война, да, у него территориальные споры между двумя странами. То есть, это очень сложно для там президента страны сказать, сказать, что я уступаю, но это даже не твое, тебя только назначили президентом, например, да, поэтому здесь, конечно, очень важна вот эта фраза, что надо быть уступчивым только за свой счет, не за счет других. Дальше, пусть дела, все дела ведутся честно, это как получить любовь людей и как, значит, правильно вести связь с людьми, чтобы тебя любили и ты любил тоже людей. Значит, в чем это выражается? Уступчивость за свой счет, пусть все дела ведутся честно и не будет мелочи. То есть, иногда люди начинают ругаться за какую-то мелочь, да, есть такая сгула, вот многие спрашивают, как разбогатеть и так далее, есть такая сгула Йова, был такой Йов, самый богатый человек на Востоке, в свое время есть книга Йова, есть такая в Талмуде говорится сгула, что почему он был богатый, потому что он всем насыпал с горкой, то есть, он, когда продавал что-то, он насыпал с горкой, а когда покупал что-то, оставлял, оставлял сдачу, мелочи всегда оставлял, то есть, он во всем, он как бы хотел дать другому чуть больше, чем положено, и Всевышний ему давал тоже, мера, что человек меряет, меряет ему с неба, то есть, он был уступчивый в мелочах, и Всевышний ему тоже уступал очень сильно в мелочах, ну и люди это любят. Все, пока мы остановимся, потому что тут каждая фраза требует объяснений, значит, завтра продолжим с Божьей помощью, так, 15 мая, мы продолжим вот здесь прямо, все. Тут очень много про именно законы Торы по взаимоотношениям с людьми. Все, дорогие друзья, всем хорошего дня, хорошего дня, чтобы было полное выздоровление Рита Батбасе, и всем, кто нуждается в выздоровлении, чтобы было полное выздоровление, чтобы Всевышний дал вам благополучие, здоровье, счастье, успех, хорошее настроение, вам, вашим близким, во всех хороших делах. Все, до завтра. Спасибо.